всем привет друзья меня зовут виктор в этом ролике я хочу закончить уже работу над опи капитан покажу пару мелочей которые сделал решил покрасить порог серебряной краской вроде как дверь они сильно закрывают поэтому решил пусть будет вдруг через окно кто-то разглядит поставил аккумулятор он у меня уже был покрашен в прошлом ролике вот так вот он стал на свое место далее сейчас параллельно работаю над колесами вот таким вот образом они у меня загрунтованы покрашены вайт волы я еще думал сначала снимать про них отдельное видео но сейчас решил параллельно здесь будет сколько по моему 5 цветов это серебристый колпак красный диск черная резина белый white wall и вот этот вот с обратной стороны диски его покрашу в цвет gunmetal то есть в тот же цвет в какой у меня выкрашена подвеска это один из этапов далее нужно будет закончить двигатель поставить на него радиатор с помощью этих вот трубок его прикрепить пока еще думаю ставить радиатор до или после но вначале установлю мост вот сюда вот а потом уже будем смотреть как становится двигатель но прежде чем ставить мост нужно еще на него закрепить вот эти вот две детали которые одним своим концом ставятся на рычаг на рулевой этот рычаг а вторым концом будут упираться в края рамы здесь нужно быть внимательным чтобы все спозиционировать их вообще по инструкции предлагается клеить самом начале еще до сборки кузова но не представляю как можно на глаз их выставить ровно поэтому сейчас буду примерять кузову и как-то параллельно приклеивать и вот кстати еще момент в прошлом видео я говорил что очень тяжело склеить вот эти вот крылья подкапотное пространство что не на что опереться но на самом деле опереться в целом есть на что этот на мосту есть вот такие вот отверстия и под них на раме зубцы и в общем то сейчас она довольно хорошо в них попадает и при так вот так вот попадает и при склейке кузова можно в общем то на них ориентироваться я даже сейчас когда начал примерять мост у меня буквально на пол миллиметра где-то погрешность оказалась и немножко не остановилась ровно но пластик гибкий поэтому немножко с усилием но вошел хорошо ну что ж вот так вот получилось в принципе хорошо что есть возможность на сухую наживить и потом уже в общем позиционировать и прокапывать клеем также пока приложил сюда руль так вот потому как он как раз своим концом упирается в одну из вот этих вот опор ну вроде достает так что думаю будет нормально так друзья потихоньку продолжаем вот таким вот образом красится колеса здесь конечно еще не все ровно но это еще будет причесываться хочу сказать что серебряная краска по красной краске плохо красится наверное колпак стоило прогрунтовать но сейчас придется наносить несколько слоев теперь чтобы забить этот красный цвет далее к радиатору решил приклеить трубки а потом уже клеит радиатор к двигателю вот тут такая ситуация что клеится это все вот в это отверстие вот между лопастями его видно причем одна трубка вставляется конкретно в это отверстие а вторая где-то рядом то есть фактически не устанавливая ее на радиатор сюда попасть в общем то нереально хотя по инструкции она изначально должна стоять здесь итак на двигатель поставил выхлопную трубу решил ржавым цветом ее покрасить как по инструкции в общем так она и останется такого же ржавого цвета и остальные части глушителя так вот они выглядят и вот еще один момент дело в том что по инструкции двигатель устанавливается на мост а потом они все вместе устанавливаются снизу под капот но я делал иначе и теперь возникла небольшая заминка то есть когда двигатель стоит здесь то лопасти вентилятора вплотную примыкают к краям капота а вот эти вот трубки довольно тяжело теперь будет завести за сам двигатель в общем то немного манипуляции это все решаемо но сам факт что уже придется немножко по постараться чтобы все это здесь вместить довольно тесноватое подкапотное пространство но все равно я считаю что таким способом как я начал собирать это все-таки довольно хороший порядок действий все же все станет на свои места в лучшем виде далее следующий момент это рулевая колонка так ты и покрасил несколько цветов ручка еще будет серебристая и сейчас я склею руль из таких вот двух интересных деталей состоит еще открепить их надо так чтобы не сломать и потом как-то склеить даже спаять на она правильнее посмотрим покрашу и установлю уже на колонку так друзья смотрим дальше двигатель приклеен все из подкапотного пространства он уже никуда не денется смотрится должен сказать очень даже неплохо так вот снизу это выглядит даже несмотря на моё попорченное днище все равно смотрится очень и очень по крайней мере мне нравится радиатор еще не приклеивал но как видите он там стоит довольно плотно и тоже никуда не выпадает буквально кап каплю клея туда посажу чтобы он уже наверняка никуда не делся примыкает я бы не сказал что сильно плотно но опять же там не настолько хорошо все видно поэтому можно пренебречь такой детализации ну и сейчас приклею выхлобную систему и приклею задний мост ну что ж красота же по моему отлично смотрится единственное что стыки выхлобной трубы нужно будет поправить еще немного подкрасить может быть под шпаклевать вот тут заметил такой вот досадный след от толкателя тоже наверно его зашпаклюю чтобы глаз не мозолил и еще разок покрашу сверху и хочу попробовать здесь еще пигменты не столько ради какой-то задумки сколько ради просто эксперимента думаю раз что тут одно дно запачкал пусть будет еще немножко пигмента каких именно и в каком количестве пока не знаю покажу вам что будет получаться и посмотрим уже по месту кстати выхлобную трубу и таки не рассверлил пока не знаю еще что с не делать попробую или рассверлить все же или просто покрашу торец этот черным цветом будет так имитировать таким образом отверстие и далее следующий этап хочу уже ставить передок вот этот вот и ставить крепление под бампер тут единственный момент что вот эти вот крепления они разные то есть левые и правые отличаются а я их уже так отрезал поспешно ну вроде по инструкции пригляделся вроде видно какое откуда так что я думаю поставлю здесь нет никаких упоров то есть все на глаз поэтому я буду клеить одновременно передок и кредит эти вот крепления и на них же на сухую примерять бампер чтобы все стало на свое место так трудность с установкой крыльев то о чем я говорил в прошлом видео отзывается вот именно на передней части спозиционировать ее толком не удалось идеально то есть немного она выступает за крылья поэтому здесь довольно много придется шкурить и шпаклевать я еще так немного пошву пролил клеем сейчас уже меньше видно но когда я только поставил тут буквально щели светились вот эти вот крепления бампера стали более менее неплохо но тоже сейчас стало заметно что нижний уступ этой части он по сути продолжает форму кузова это надо учитывать по идее оно должно идеально лечь и закрыть эту щель но у меня не совсем идеально получилось поэтому здесь тоже и наждачка и шпаклевка придется очень кстати кстати вот руль склеился и отправляется в покраску итак друзья установил я переднюю часть вот так вот это выглядит и теперь капот можно закрывать но приклеивать я его не буду он будет просто приставным кстати приставляется он сюда довольно плотно за счет слоев краски и на обратной стороне капота и на подкапотном пространстве вот и выглядит в общем то довольно хорошо в случае чего можно будет модель демонстрировать без капота и показывать ее двигатель следующий момент я установил уже рулевое колесо на место вот так вот это смотрится вот видите как нижняя часть на рулевой колонке она как раз совпала с корпусом спидометра и образовала такую вот цельную деталь в общем то здесь наверное даже на камере практически не видно шва вот так вот это теперь смотрится тесноватый конечно салон у капитана выходит даже не знаю насколько это все достоверно и правильно но сейчас посадить сюда человечка это очень большая проблема я бы даже сказал что это сделать в принципе невозможно ну по крайней мере если судить о тех человечках которые есть у меня далее сейчас я буду уже ставить крышу и работы с салоном на этом закончены двери пока приклеивать не буду пока их приставлю и вместе с этими приставленными дверями зашпаклюю все щели зашпаклюю вперед и дальше уже буду думать как красить или сначала приклеить двери потом покрасить или же оставить их неприклеенными потому что входят они довольно плотно сюда и теперь колеса красил я их без масок просто аккуратно прорисовывал круг там где были проблемы потом подправлял снова потом снова прорисовывал ну в общем таким образом в общем вывел более менее ровную окружность ну в общем то еще буду исправлять я думаю есть еще по мелочам тут тут где поправить но сейчас хочу уже нанести резину чтобы посмотреть как это все будет смотреться в законченном виде и вот для этого уже буду использовать маску но маску необычную нашел у себя среди винтов гаек вот такой вот колпачок неизвестного назначения но он идеально сейчас покажу идеально вот так вот ложится на покрышку в принципе остается именно та самая зона которая у меня выделена под резину а весь white wall тот который я задумывал он как раз закрывается так что идеально штука эта мне подошла единственное что она у меня только одна поэтому краситься все будет по очереди медленно но медленно зато уверенно в общем сейчас покрашу одно колесо и покажу вам что из этого вышло заодно приклею крышу и тоже сразу я покажу уже в сборе и так вот что у меня получилось хочу сказать что краска резина от фирмы HOMA ложится просто идеально даже без грунта кистью прямо покрывает всю пластмассу с одного раза практически без всяких проплешин недокрасов и прочего но моя маска дала немного течь поэтому видно тут немножко на white wall есть наплывы но буду их поправлять уже кисточкой аккуратно и думаю добьюсь более менее ровной окружности с обратной стороны как я и говорил будет прокрашен красный диск и в середине вот этот черный центральный такой вот диск он будет прокрашен черным кузов автомобиля склеен сейчас и находится вот в таком вот виде маску я так наложил таким интересным способом наложил ее изнутри я думаю что мне удастся снять ее и вынуть через это окошко само стекло вставляется снаружи поэтому я его вставлю уже после покраски так же самое я изнутри замаскировал вот это вот опущенное стекло даже если я все же приклею дверь я надеюсь мне удастся как-то аккуратно отклеить и пинцетом через это отверстие вынуть маску ну все остальные стекла заклеены в общем стандартным образом малярным скотчем также замаскирую я еще колесные арки все дно замаскирую и буду готовить машину к покраске перед этим зашпаклю все вот эти вот щели здесь на крыле вот там где крыло в морду переходит тоже есть уступ так пальцем ощущается все это надо будет зашпаклевать сравнять и привести в нормальный вид с нижней части еще вот эти вот точки крепления выхлопной трубы точнее точки соединения выхлопной трубы нужно будет доработать тоже наверное чуток шпаклевки и еще немного краски и вот изнутри еще я обратил внимание на две такие вещи сейчас открою дверь так первое это вот видите там где потолок вот тут вот над дверью имеется такая щель я что-то не подумал что она будет заметна но довольно так заметно это опять же пережиток модели с четырьмя дверями здесь стояла распорка между передней и задней дверью сейчас ее нет осталась только такая вот щель и такое же отверстие есть на полу на этом пороге в принципе его тоже возможно будет видно поэтому я думаю не составит труда его зашпаклевать и покрасить думаю зачем оставлять такую мелочь ну что ж а на этом я видео буду заканчивать сейчас для тех кто досмотрел до конца такой небольшой бонус покажу автомобиль на колесах вот так вот он выглядит практически в полностью законченном состоянии немного навесить ручки бампера осталось и покрасить кузов модель практически готова в общем за кадром я уже закончу красить колеса зашпаклю кузов и следующее видео начнется с того что я вам продемонстрирую результаты этой работы и начнем грунтовать и красить кузов ну а это видео я буду уже заканчивать спасибо что досмотрели поставьте лайки если понравилось пишите комментарии что вы думаете о моей стройке об этой модели подписывайтесь на канал обязательно всем пока